Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную классическую юпочку. Связанная она у меня самым обычным способом. Здесь я использовала лицевую гладь и изнаночные рядочки. И вот что у меня получилось. Вывязывание красивых вот таких волнообразных узоров по подолу юпочки, вывязывание кокеточки и у меня юпочка на резиночке. Данный размер я вязала на девочку 2-2,5 годика. В принципе в зависимости от размеров, которые нужны вам, я вам покажу как сделать правильно замеры и расчеты. И в принципе вы сможете связать любым цветом, украсить на свой вкус, связать на любой возраст. Такая юпочка подойдет как моделька даже в школу ребеночку. И вязала я ее из полушерстяной пряжи, соответственно она достаточно тепленькая. На данный размер у меня ушло ровно один моточек и получилась у меня юпочка в высоту всего лишь 24,5 даже сантиметра. Хочу я связать на 25 длину сантиметров. И по обхвату бедер у ребенка 48 сантиметров. Я сделала небольшой запасик для того, чтобы на бедра ложилось, скажем так, не в облегающем таком растянутом состоянии, а в красивом, вот таком, как вы видите сейчас. Буду делать небольшой запасик. Вот, покажу вам как вставить резиночку. Вот, резиночку рекомендую брать пошире, чтобы по ходу носки, скажем, во-первых, не давила ребенку. Во-вторых, чтобы ложилась резиночка ровно и по ходу носки, скажем так, тоненькая резиночка имеет свойство превращаться в трубочку. Вот, чтобы этого не получалось, то я все-таки рекомендую брать резиночку где-то 2 сантиметра в ширину, либо 2,5, либо 1,5, где-то 1,75 есть. Вот, то есть, не менее, скажем так, чем 1,5 сантиметра и шире. Вот, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь и свяжем с вами вместе. Вязать я буду полушерстяной пряжей фирмы Ланоса серия Бонита. Здесь 300 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. У меня ниточка основного цвета, бордовый. Далее нам понадобится ниточка контрастного цвета. Это любой из остаточков вашей пряжи, где-то около 1,5 метра. Здесь у меня ниточка белого цвета. Вот, вязать я буду спицами номер 3 круговые. Возможно, вам понадобится вторая пара спиц с разницей полразмера плюс-минус. Это для того, чтобы было удобно сшивать туннель для вставочки резинки. Также нам понадобится крючок размером где-то 4 миллиметра. Можете взять чуть меньше, чуть больше. Разница не имеет значения. Это нам понадобится для того, чтобы удобно было набирать петельки. А затем, распустив эти петельки, оставить открытыми петли основного цвета. Возможно, понадобится крючок чуть меньшего размера, опять же таки, для набора. Но это все смотрите по ходу вязания. Также вам понадобятся ножнички и сантиметр. Для начала нам делать нужны некоторые расчеты, по которым мы будем в дальнейшем вязать. И изначально нам нужно рассчитать количество петель, которые нужно набрать. Для этого вам понадобятся такие мерки, как обхват бедер и количество петель в одном сантиметре. Обхват бедер вы измеряете на ребеночке. Либо же берете среднестатистические данные, которые представлены вам в интернете. Очень много существует таблиц. И как рассчитать в одном сантиметре количество петелек. Это связать небольшой образец пряжи и спицами, которыми вы планируете вязать изделие. Зачастую эта пряжа, возможно, у нас отличается. И плотность вязания, конечно же, у каждого человека индивидуальна. Поэтому, связав небольшой образец в высоту, где-то 5-6 сантиметров, вы измеряете количество петель по ширине, которая у вас смещается в 10 сантиметров. Затем вы количество петель делите на 10 сантиметров. У меня это 23 петли. Получаю 2,3 петли в одном сантиметре. Вот, исходя из этой плотности вязания по ширине, я и буду делать расчеты. По длине я буду ориентироваться обычно, как я делаю в сантиметрах. То есть я не рассчитываю количество рядочка в одном сантиметре в высоту. Потому что, в принципе, здесь самый, скажем так, обычный вариант юбочки я вам хочу предоставить. То есть без каких-либо увеличений. Обхват талии я измерила для того лишь, чтобы при том, когда буду вставлять резиночку, сделать правильную здесь, вот скажем так, длину резинки для обхвата талии. Все остальное у нас будет вязаться прямым полотном без прибавления. То есть у нас будет трапеция только лишь при переходе на вот эту вот рюшечку. А верхняя часть трапеции будет у нас с помощью резиночки по обхвату талии. То есть, как вы видите, у меня обхват талии от обхвата бедер отличается в 4 сантиметра. Соответственно, эти 4 сантиметра уберутся, скажем, резиночкой. Вот, теперь нам нужно знать общую высоту изделия. У меня это, к примеру, 25 сантиметров планируется. И нам нужно распределить, какое же количество сантиметров будет уходить на резиночку. Туннель для резиночки, которую мы будем вязать. Далее на коклеточку, то есть расстояние между резиночкой и рюшитой частью юбочки. Вот, и непосредственно рюшитая часть. То есть, обычно на резиночку шириной в 2 сантиметра вяжется туннель высотой в 3 сантиметра. Вот, если у вас резиночка 1,5 сантиметра, то вам будет достаточно и где-то 2-2,5 сантиметра. Можно взять пошире, в принципе, здесь в среднем берется 3 сантиметра. Вот, я беру высоту резиночки и отмечаю 3 сантиметра. Далее, от общей высоты 25 сантиметров я забираю эти 3 сантиметра, у меня получается 22 сантиметра. 22 сантиметра я делю пополам, то есть одна часть у нас будет на коклеточку и вторая на рюшитую часть, то есть по 11 сантиметров. Вот, исходя из таких вот самых простых расчетов, мы и будем вязать. Для начала, к обхвату бедер, для того, чтобы не слишком туго одевалась, скажем так, на бедрах юбочка, я прибавлю 2 сантиметра. То есть 48 сантиметров обхват бедер плюс 2 сантиметра на облегание получается 50 сантиметров. Соответственно, количество сантиметров мы умножаем на количество петель в одном сантиметре, то есть умножаем на 2,3 петли. И получаем полных 115 петель. В принципе, можно было бы набрать эти 115 петель и вязать юбочку. Но при переходе на ажурную часть, как вы помните, мы не будем делать здесь никаких прибавлений, мы будем вязать ровное полотно. При переходе на ажурную часть нам нужно, чтобы количество петель делилось на 6. 115 на 6 не делится. Нам нужно округлить либо в большую сторону, либо в меньшую сторону, чтобы было полное количество рапортов. Если мы сейчас, к примеру, добавим до ближайшего числа, скажем так, несколько петель, то это получится, что нам нужно будет добавить аж 5 петель. То есть 120 это ближайшее число, которое делится при прибавлении на 6. Поэтому я уберу всего лишь одну петельку, то есть я пойду на уменьшение, так как у нас здесь 2 см, есть запас на обхвате. Плюс это вязаная вещь, которая очень хорошо тянется. Соответственно, я округлю это число на одну петельку меньшую сторону. То есть 114 петель, которые отлично делятся на 6, скажем так, петелек, это число рапортов. И все, в принципе, у нас получается общее число, которое делится на 6 при переходе на юбочку. Поэтому это число мы должны набрать для вязания резиночки, затем кокеточки мы будем вывязывать постепенно. И при переходе на рюшечку у нас будет полное количество рапортов. Хотите, можете в большую сторону, но тогда у вас добавится здесь, будет, допустим, на облегание не 2 см добавлено, а где-то 3,5 см. То есть мне этого не нужно, мне этого будет достаточно. Поэтому я беру сейчас и набираю по 14 петелек. Для того, чтобы петельки у нас остались по итогу открытыми при вязании туннеля для резиночки, мы начинаем с ниточки дополнительного цвета. Берем крючок побольше и начинаем набирать цепочку из воздушных петелек. Для этого закручиваем, перекручиваем вот так вот петельку и, вводя в эту петельку крючок, захватывая рабочую ниточку, затягиваем первую петлю. И далее цепочка из воздушных петелек вяжется не туго. То есть вот так вот захватываете постепенно рабочую ниточку и вытаскиваете вот такие вот петельки. Такую цепочку нам нужно набрать равную количеству петель, которую вы рассчитали изначально. То есть, к примеру, у меня 114, то я наберу 100 где-то 14 петель для того, чтобы затем в дальнейшем они у меня оказались открытыми. Хотите, можете считать количество петель, которое вы набираете. Хотите, можете набрать длинную цепочку где-то размером 60-70 см и затем постепенно набирать петельки из нее. Как набирать петельки из цепочки, я вам уже непосредственно покажу, когда наберу всю цепочку большим крючком. И, опять же таки, повторяюсь, не сильно туго затягивайте, потому что нам нужны свободные края. Вот я набрала цепочку, у меня как раз остался краешек ниточки. И можете пока привытянуть вот эту крайнюю петельку, вот, либо же можете просчитать количество петель, которые вы набрали. Я просто знаю, что я автоматом начала считать. В общем, я набрала около где-то 116 петелек. Поэтому я сейчас, делая одну воздушную петлю, следующую, можно в принципе с этой, просто вытягиваем, в общем, вот этот краешек ниточки, как бы не затягивая вот эту последнюю петлю, а просто привытащили ниточку для того, чтобы не распустилось вязание. И теперь мы начинаем делать набор петелек с ниточки рабочей, то есть ниточки основного цвета. Для начала берем спицу и отступаем рабочей ниточкой где-то сантиметров 10-15, то есть небольшой оставляем хвостик. И набираем начальные 3 петельки самым удобным для вас способом. Я набрала 3 петельки, далее убираю в сторону хвостик, который у нас остался. И у нас идет с левой стороны вот она рабочая ниточка к самому моточку. Теперь берем вот эту косичку нашу и смотрим, что у нас видно. У нас идет лицевая сторона вот такими вот косичками, замочками. И с другой стороны, с внутренней, как бы с изнаночной стороны идут петельки, то есть вы видите петельку сверху, снизу и по центру, по ребру. Вот с этой по ребру цепочки мы будем набирать петельки, чтобы у нас с внешней стороны осталась вот такая лицевая цепочка, которая беспроблемно потом распустит нам и сделает открытые петельки. Так как я знаю, что у меня количество петелек, скажем так, соответствует плюс-минус моим петелькам, то я начну там, где закончила набор воздушной цепочки. Если же вы не знаете и, допустим, вы боитесь, что у вас не хватит петелек, то можете начинать с другой стороны. Просто почему именно с этой стороны, с конца, скажем, набора цепочки? Потому что потом при распускании, скажем так, вот этот конец цепочки, за который мы будем тянуть, окажется у вас в начале ряда. Вот так. И вам будет удобно потом распускать. Поэтому лучше бы, чтобы у вас количество петель было, скажем так, либо такое же, как вам нужно, либо с плюсом, для того, чтобы потом удобно просто было распустить. Вот. И находим вот эти вот петельки, которые находятся по ребру цепочки. И начинаем делать набор петель с этих петелечек. Для этого вы можете вязать, просто делать набор спицей, вот таким вот образом. Подхватываете рабочую ниточку и хорошо несколько первых петель затянете. Первая петля, вторая петля. Вот так вот со следующей петельки. Третья. Четвертая. Для этого я вам говорила, что нужно крючок взять побольше. Видите, у меня сейчас петельки связаны не туго и очень удобно набирать спицей. То есть мы уже, получается, набрали 3 петли изначально и 6 петелек вот уже с цепочки из воздушных петелек. И у нас получаются по боковой стороне открытые вот такие красивые петельки-косички. Вот, если у вас точно так же все получается, значит делайте его правильно. Возможно, вы затянули сильно петельки и вам тяжело, скажем так, вытягивать петли рабочие. Для этого вам понадобится крючок меньшего размера. То есть вы берете, подхватываете крючком и возвращаете петельки на спицу с рабочей ниточки. Вот так мы набираем, набираем, либо крючком, либо спицей, как вам удобно. До тех пор, пока у нас с вот этими тремя начальными петельками, вот здесь вот, которые мы набирали в начале без цепочки, не достигнет той цифры, которая вам нужна. То есть у меня это 114 петель. Вот так вот дальше набираем, набираем и продолжаем либо считать, делаем отчет изначально, либо набрав на спицу в правой руке, вы потом уже, ну, как бы увидите, что достаточно много уже петелек, вот, и будете отчитывать, то есть, ну, к примеру, вот так вот набрали количество петелек по спице и считаете. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 петелек сейчас в данном моменте у меня уже набрано. И вот так вот дальше. Либо же считаете 20 петля, дальше со следующей петельки ребра 21, 22, то есть удобным для вас любым способом. Набираем количество петелек, а затем мы будем замыкать вязание в круг и вязать уже по кругу. Если у вас получается вот так вот, как у меня косичка, то все вы делаете верно. Вот, и опять же таки лучше бы начинать, чтобы у вас конечная последняя петля цепочки из воздушных петелек была вот сейчас там, где у вас начальные набранные петельки. Мы потом вот эту петлю привыпустим и потянув, скажем, у нас будут освобождаться открытые петельки сначала рядом. Вот, но если вы будете делать в конце, то тоже в принципе ничего страшного. Вы потом просто повернете на изнаночную сторону и будете делать все то же самое. Либо можете потом просто использовать, опять же таки я вам говорила, второй набор спицы круговые. Вот, затем вы освободите петельки, будете замыкать. Но это все попозже. Пока продолжаем делать набор петелек для того, чтобы замкнуть вязание в круг и начать вязать туннели для резиночки. Донабирав петельки, у меня осталась одна петля с одной стороны и с другой стороны. Все, то есть я максимально четко набрала количество петель, как оказалось, хотя и набирала без таких вот особых подсчетов. И все, если у вас остались петельки либо с одной, либо с другой стороны, хотите, можете их прираспустить. При этом вытаскиваете вот этот хвостик, у вас получается что с одной стороны петля, что с другой стороны. И вы распускаете нужное количество вам петель. Можете этого не делать, они вам петельки эти не мешают, главное, чтобы хватило. Вот. И теперь мы что берем? Мы вот эти хвостики теперь не трогаем, то есть хвостики ниточки дополнительного цвета и вот этот хвостик, который мы оставляли перед набором петелек. И теперь просто вяжем все петельки лицевые, то есть мы переходим на вязание лицевой глади. Вот таким вот образом мы будем вязать лицевой гладью по кругу. Обязательно обратите внимание на то, чтобы вот эта косичка не была у вас перекрученная при вязании по спирали, в замыкании в круг наших петелек. Потому что это играет особое значение в дальнейшем. То есть если вы сейчас перекрутите вот эту наборочную косичку, то в дальнейшем у вас будет вязание как бы не в круговую, как нам нужно, а с отворотиком, таким с выворотом. В общем, нам этого не нужно, чтобы потом вам не пришлось перевязывать, просто замкните правильно и ровно вязание в круг. И далее мы вязать должны по кругу до тех пор, пока не наберем ширину резиночки, то есть туннеля для резиночки. У нас, как вы помните, если исходя из моих расчетов, туннель верхний составляет в высоту 3 см, соответственно, это половинка туннеля в высоту. И внутренняя часть, то есть вторая половинка после отворота должна также составлять 3 см. Пока мы вяжем до отворота первые 3 см, если исходя из моей плотности вязания, то это где-то 3 ряда у меня вмещается в 1 см, даже 3 там и доля миллиметров. То есть порядка где-то 10 рядочков у меня вмещается 3 см. Вот я так и буду отсчитывать 10 рядочков, просто вязать по кругу, по спирали, лицевой гладью, это то есть лицевыми петельками. Связала я 3 см, у меня вместилось 10 полных рядочков. Теперь один ряд линии сгиба мы свяжем просто изнаночными петельками. То есть этот ряд до конца, пока не дойдете до вот этих 3-х начальных петелек, вот этих вот, вяжем просто ряд 1 изнаночными петлями. Затем продолжаем вязать такое же количество рядов, как до изнаночного ряда, то есть у меня это 10, поэтому я связав 1 изнаночный ряд, продолжу вязать 10 лицевых рядочков вот такой же лицевой гладью, как и до этого. Я связала от начала наборочного края 21 ряд, это 10 рядочков лицевой гладью, 1 ряд изнаночными петлями и 10 рядочков еще лицевой гладью с другой стороны. И у нас получился вот такой отличный, хорошо зафиксированный изгиб. Вот благодаря такому рубчику из изнаночных петелек у нас есть красивый отворотик. И теперь мы будем делать сшивание петелек, то есть делать вот этот туннельчик для вставки резиночки. Для этого, еще раз повторяюсь, если вы делали набор, как я, косички, скажем так, направленной от начала ряда, то есть если вы вытащите сейчас вот эту ниточку, вот, у вас будет косичка распускаться, при том, как вы будете ее, скажем так, натягивать. Если же с другой стороны, то вам придется вывернуть на изнаночную сторону, либо же вам понадобятся дополнительные круговые спицы, о которых я говорила в начале. Для этого вам нужно будет распустить с удобной для вас стороны все петельки и понанизывать. Их должно быть такое же количество, как и на второй спице, минус 3 начальные петли, которые мы набрали. Они у вас должны быть без пары. То есть, если, к примеру, у меня сначала количество петелек 114 минус 3 петли беспарные, это 111 петелек, у вас должно оказаться, если вы распустите вот эту косичку, 111 открытых петелек на дополнительной спице. Если же у вас они направлены по ходу, как у меня, то я сейчас беру, подхватываю, вытаскиваю, скажем так, спицу, ой, спицу-петельку, вот, и начинаю распускать. Ну, в принципе, если честно говоря, можно, как вариант, скажем, распускания еще постепенно. То есть, подхватываем вот эту ниточку, которую мы вытащили, и когда подхватили вот эту ниточку, 3 распустили, мы потягиваем и распускаются вот такие петельки. Как вы видите, у меня распустилась первая петля, которая еще относится, скажем, к закреплению предыдущих петелек. И далее у нас уже вот она, одна свободная петля. И вот так постепенно я буду распускать по одной петле по кругу и сшивать параллельно верхние петельки с нижними. То есть, вот так. И у меня будет постепенно зашиваться вот такой туннелик. Еще раз повторюсь, мы можем взять спицу, вот так вот, и распустим несколько петельок. Я вам сейчас покажу, вот она первая у нас петля, далее вторая. Еще подтяните немножечко третья, четвертая. Можно не обязательно круговые, можно по несколько петелек. Всего лишь использовать, скажем так, ну как бы постепенно. То есть, не распускайте все сразу, либо же распустив все сразу на круговых. Вот так. И теперь я сейчас вам покажу, как мы будем делать. Для начала провяжите первые три петли, которые без пары, просто лицевыми петельками. То есть, вот они у нас первая петля, вторая и еще третью петлю сюда же. И далее 111 петель, как я уже сказала, у нас будут идти попарно. Рабочую ниточку отправляем за работу. Далее мы провязывать должны первую петлю с одной стороны и первую петлю с другой стороны, то есть, которую мы только что распустили вместе одной лицевой. То есть, парно провязали вместе одной лицевой. Далее, следующую петельку захватываем одну и с другой стороны одну. Снова лицевую сквозь две петельки провязали. Одну с одной стороны, одну с другой стороны и провязали вместе лицевой. Одну с одной стороны, другую с другой стороны и провязали вместе лицевой. И так далее. То есть, как вы видели, удобно очень, если у вас две пары спиц, скажем так, очень удобно провязывать вместе лицевыми петельками и получается у нас с внутренней стороны это изнаночные петли вот эти три петли которые без пары нам нужны для того чтобы оставив вот здесь вот небольшое отверстие как вы видите буквально вот три петельки для того чтобы потом по ходу скажем так замыкания в круг уже при вязании скажем этого ряда у нас осталось небольшое отверстие ставить резиночку по кругу то есть вы потом вставляете резиночку и вот этим хвостиком который мы оставили можете зашить вот это отверстие из трех петель и так далее продолжаем либо же второй вариант если вы не будете использовать второй набор спиц то просто берем снимаем не провязанную первую петельку вот так вот далее при распускаем здесь вторую петельку с другой стороны но получается как бы вы продолжаете распускать вот эти петельки которые здесь вот она она у нас возможно при наборе у нас и где-то там захватывались волокна ничего страшного не бойтесь их обрывать и далее берем подхватываем вот эту распущенную петельку возвращаем на спицу ту подхваченную петлю вместе с рабочей которую перекинули не провязанной теперь вместе две петельки провязываем лицевой петлю снова сняли не провязанную распустили подхватили петельку сзади и вернули две петли вместе на левую спицу провязав их лицевой петлей хотите можете так и то же самое у вас получается сшивание то есть сняли подхватили сзади три распустив косичку и вместе с вот этой петелькой две не провязанные петли возвращаем на левую спицу провязывая лицевой петлей вот так желательно провязывая вы поворачиваете вот эту лицевую петельку как бы дальней стеночкой вот так вот и провязываете если за дальнюю стеночку две петли то у вас получается не перекрученная ни с лицевой ни с изнаночной стороны то есть как шли у вас лицевые петельки так и идут немножечко темная пряжа конечно я не подумала об этом вот но мне нужна юбочка именно бордового цвета и далее я снова снимаю непровязанную петлю сзади распускаю одну петельку подхватываю ее вот так вот и возвращаю обе петли на левую спицу провязывая лицевой петлей вместе две петельки у нас получается вот такое расстояние шириной для резиночки между стеночками будет дырочка куда будет вставляться резиночка через вот это отверстие из трёдорочек то есть мы по кругу будем дальше сшивать если же у вас допустим не распускается в эту сторону а вы сделали набор в другую сторону распускается то все-таки возьмите для удобства вторую пару спиц любым номером можете чуть толще взять чуть 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 уже вот и распустите в другую сторону по нанизав петельки как я вам только что показывала на круговых спицах вот в принципе разницы нет если вы распустите в другую сторону у вас будет на круговых спицах вы точно так же по часовой стрелке с лицевой стороны можете дальше продолжать делать сшивание вот я буду делать вот таким вот образом как я вам показала снимая непровязанную петельку далее распускаю сзади одну петельку подхватывая ее и две петли возвращая на спицу провязывая их лицевой вот так вот и делаем это до самого конца ряда довязав до конца наш ряд вместе провязывания за две стеночки мы сделали туннелик и теперь у нас промежуточки там где 3 петли не получается в начале ряда есть такое вот отверстие через которое мы потом вставим резиночку и вот этой ниточкой коротеньким хвостиком сошьем теперь дальше я свяжу следующий ряд после соединительного ряда изнаночными петельками и вот такой изнаночный ряд я буду чередовать на протяжении всего вязания кокетки где-то каждый одиннадцатый можно ряд каждый 12 то есть на равном промежутке через 3-4 сантиметра определитесь для себя через сколько вы хотите вязать вот эти изнаночный ряд петельки один ряд всего лишь то есть на протяжении всего вязания лицевой глади промежуточек затем один изнаночный ряд лицевой глади один изнаночный ряд то есть сейчас если мы посмотрим на схемку мы связали с вами первую часть из нашу резиночку где будет располагаться в туннелике далее у нас идет вторая часть это 11 сантиметров пакетки от резиночки то есть вот сейчас этот изнаночный ряд можно так сказать это один из рядочка уже непосредственно из 11 сантиметров пакетки то есть вот так я буду вязать полностью скажем так начиная с этого изнаночного ряда можно даже считать вот этот первый лицевой ряд соединительный ряд туннеля это уже расстояние кокетки то есть мы вот так вот будем чередовать 10 рядочков лицевой гладью 11 ряд изнаночными петлями 10 рядочков 1 ряд изнаночными петлями пока не свяжем полностью нашу высоту кокетки хотите можете чаще делать то есть к примеру через каждые два сантиметра этот изнаночный ряд в общем принципе задача основная состоит из того что нам нужно кокетку каким-то красивым узорчиком украсить если вы будете делать вот такие изнаночные полосочки будет вырисовываться такие как бы полосатая часть скажем так на основном узоре то есть теневой на основном цвете теневой узор получится вот поэтому юбочка получится в кокетке как полосочками вот и вот таким вот образом я буду дальше продолжать вывязывая вот такие вот изнаночные рядочки пока не наберется у меня получается вместе с туннеликом для резиночки то есть вместе с вот этой частью резиночки 3 сантиметра и 11 с 14 сантиметров вот я связала высоту кокетки состоящую из 11 сантиметров то есть первую часть резиночки и вторую часть кокетки мы с вами связали и сейчас мы приступим к вязанию третьей части это расширение юбочки смотрите у меня получилось связано после первого ряда изнаночного где мы с вами перешли на вязание кокетки связано 11 рядочков по первую линию 11 рядочков то есть это 22 ряда по вторую линию и 11 рядочков то есть 33 ряда по третью линию и плюс после изнаночного ряда я провязала еще 6 рядочков то есть получается у меня вместилось 39 рядочков после вот этого нашего изнаночного ряда и сейчас у меня набралось получается от начала то есть от изгиба там где мы будем в туннеле вставлять резиночку в общих сантиметры получается 14 то есть три резиночки и 11 кокетки я нахожусь в начале ряда вот он наш скажем так стык рядочков он у нас может может располагаться как с задней стороны так и с боковой стороны слева ну то есть это вы уже в зависимости скажем так от желания можете потом в дальнейшем одевать вот вот этот стык будет у вас в любом случае вот вы потом посмотрите как вы будете носить но в любом случае как вы видите юбочка дешевая вот и мы приступаем к рисуночку помните я вам говорила что число должно быть кратное 6 соответственно 6 петель чик это раппорт узора который будет повторяться первом ряду мы с вами прочередуем провязывая то 3 лицевые петли 1 2 3 то 3 изнаночные 1 2 3 вот эти вот 6 рядочков чередование 3 через 3 будем продолжать до конца ряда 1 2 3 петля лицевая далее 4 5 6 изнаночные петельки вот так до конца ряда если ряд закончился тремя изнаночными значит распределили все правильно и теперь начинаем делать прибавление петелек в начале ряда у нас стоит здесь 3 лицевые петли мы перед лицевыми тремя петельками делаем накид на себя вот таким вот образом далее провязываем 3 лицевые петли и делаем накид от себя далее у нас идут 3 изнаночные так и вяжем 3 изнаночные далее снова перед тремя лицевыми накид на себя провязываем 3 лицевые после них накид от себя и провязываем 3 изнаночные вот таким вот образом я буду чередовать до конца ряда если мы будем правильно располагать вот эти вот накиды то в следующем ряду нам будет их проще перекрещивая провязывать делать прибавление лицевыми петлями снова перед тремя лицевыми делаем накид на себя провязываем 3 лицевые и делаем накид от себя далее 3 изнаночные накид на себя перед тремя лицевыми провязываем 3 лицевые и второй накид от себя После трех лицевых. Далее вяжем 3 изнаночные. Вот так до конца ряда. Довязали до конца ряда и дошли до первого накида. Первый накид мы будем провязывать, так как он был на себя, то за вот эту переднюю стеночку лицевой. То есть получилась перекрещенная лицевая петля. Далее вяжем 3 лицевые петли по рисунку. И второй накид с другой стороны мы вязали от себя. Соответственно, мы будем вязать за дальнюю стеночку. Таким образом, смотрите, мы будем разворачивать одну петельку, первую накид с наклоном провязывать в правую сторону. Вторую петельку накид с наклоном в левую сторону. Повторяем. 3 изнаночные так и вяжем над тремя изнаночными. А лицевую петельку увеличиваем до 5 из 3. Поэтому накид первый провязываем за ближайшую стеночку. Далее 3 центральные петли лицевые. И накид за дальнюю стеночку лицевой. У нас получается уже не 3 лицевые, а 5. Снова 3 изнаночные по рисунку. Накид за ближайшую стеночку лицевой. 3 лицевые. И накид за дальнюю стеночку лицевой. Это уже получается 5 лицевых. Вот так чередуем, провязывая накиды лицевыми петлями. И получается чередование 3 изнаночные, 5 лицевых. 3 изнаночные, 5 лицевых. Так мы связали 2 ряда, расширив лицевую вот эту полосочку. Теперь уже у нас не 3 лицевые, а 5 лицевых. Теперь нам нужно расширить полосочку изнаночную. Поэтому в третьем ряду расширения мы будем добавлять перед изнаночной петлей и после изнаночной петли последней. Для, скажем так, лицевых в этом ряду мы вяжем без изменения. 5 лицевых петель над 5 лицевыми предыдущего ряда. В начале ряда у нас идет 5 лицевых, так и провязываем 5 лицевых. Дальше. В изнаночных петлях мы будем провязывать следующим образом прибавления. Вот как вы держите петельку натянутую на пальчике. Только пальчик поворачиваем и за вот эту дальнюю стеночку вот так вот захватываем. Это получается у нас перекрещенный накид. Вот так и будем делать накиды перед изнаночными петлями. Дальше 3 изнаночные так и провязываем. И второй накид с другой стороны над изнаночной петлей делаем точно так же. То есть там, где у нас 5 лицевых, мы ничего не трогаем. Перед изнаночной петлей первой мы делаем перекрещенный накид. Можно делать его вот таким вот образом. Можно делать вот таким образом. То есть значения не имеет. Далее 3 изнаночные мы провязываем. И еще раз делаем прибавление с другой стороны с помощью перекрещенного накида. Теперь у нас уже будет в следующем ряду 5 лицевых и 5 изнаночных. Вот эти накиды перекрещенные мы будем провязывать изнаночными петлями. Снова 5 лицевых провязываем в третьем ряду. Далее делаем перекрещенный накид раз. 3 изнаночные провязываем. И с другой стороны перекрещенный накид второй раз. Снова 5 лицевых. И вот так вот чередуем до конца третьего ряда. Довязали до конца третий ряд расширения. И теперь в четвертом ряду мы будем вязать, чередуя 5 лицевых над 5 лицевыми, как мы это делали в прошлом ряду. А далее у нас вот он перекрещенный накид. 3 изнаночные и второй перекрещенный накид с другой стороны. Мы вяжем все вот эти 5 петелек изнаночными петлями. Сначала это перекрещенный накид, затем 3 изнаночные и перекрещенный накид. 5 изнаночных. Снова 5 лицевых чередуем по рисунку. И далее идут 5 изнаночных. Вот так чередуем до конца ряда. Теперь уже, как вы видите, накиды добавили нам изнаночные петельки. И вот таким вот образом мы будем чередовать, повторяя вот эти 4 ряда. То есть в первом ряду мы делаем прибавление накиды к лицевым петлям. Для этого мы перед первой лицевой, теперь уже их 5, перед первой лицевой делаем накид на себя, после пятой провязанной лицевой накид от себя. Благодаря этому у нас будет расширение идти, скажем так, красиво, с наклонами в разные стороны. Затем в следующем ряду провязываете по чередованию вот эти накиды с лицевыми петлями изнаночные. Не трогайте, они будут так и будут продолжаться 5 изнаночных. Затем в следующем ряду, получается в третьем ряду, мы с вами делали перекрещенный накид перед изнаночной первой и после последней изнаночной перекрещенный накид. Там, где я буду добавлять по чередованию то в лицевых, то в изнаночных столбиках, то в лицевых, то в изнаночных. Каждый четный ряд, 2, 4, 6, 8 и так далее вяжется по рисунку, добавляя то в лицевых столбиках 2 лицевые накиды, то в изнаночных 2 изнаночные перекрещенные накиды. Благодаря тому, что мы будем красиво располагать, скажем, накиды, то перекрещенные делать, то вот такие вот, как я делала в лицевых столбиках, то у нас будет красиво располагаться расширение. Оно идет как бы плавно. Хотите, можете делать, скажем, расширение только лишь вот таким способом. Либо вот так захватывая петлю, либо, как я уже показывала, на пальчике указателем, как вы натягиваете ниточку, просто его переворачиваете. Вот эту дальнюю стеночку. Хотите, можете каждый раз вот таким вот образом делать прибавление. Здесь уже вы смотрите, скажем так, насколько вы хотите, насколько умеете, насколько хотите, скажем так, делать накиды, какие хотите. И вот так вот продолжаем дальше. Пока я чередую 5 лицевых, 5 изнаночных, в следующем ряду я, как и в первом, буду делать добавление к лицевому столбику. И затем у нас будет уже получаться 7 лицевых петель вместе с прибавлениями, делая накиды то на себя, то от себя. Чтобы наглядно вам расписать, как это будет выглядеть, скажем, на юпочке расширения, я решила вам еще показать на листочке. У нас расширения будут идти лицевых полосочек, далее изнаночных полосочек и будут идти, скажем, ряды, которые будут вязаться по рисунку. И теперь смотрите, как мы распределяем и как мы определяем, когда, где нужно делать прибавление. В первом ряду мы с вами сделали прибавление к 3 лицевым петелькам и у нас получилось 5. Далее мы второй ряд и все четные ряды последующие вязали по рисунку. То есть мы вяжем по рисунку второй ряд. Далее в третьем ряду мы делали прибавление к изнаночным петлям. Из трех добавляли еще 2 петельки и получилось 5. То есть вот это наши номера рядов. Далее в четвертом ряду мы провязали по рисунку. Теперь снова возвращаемся, делаем в пятом, как в первом прибавление ряду. Далее в шестой по рисунку. В седьмом прибавление в изнаночном столбике. Ряду восьмой по рисунку. И смотрите, что хочу сказать. Изнаночный столбик я буду делать прибавление всего лишь до 7 петелек. Почему так? Потому что изнаночный, скажем так, столбик, он у нас как бы промежуточный между лицевыми. И он не должен быть слишком широкий, потому что получатся такие вот изгибы, завороты. То есть нам это не нужно. Мы будем всего лишь делать 2 ряда прибавления в изнаночной полосе. То есть было 3 петли изначально, когда мы делали распределение. Затем мы добавили 2 петли. У нас получилось 5. И я сделаю еще один, скажем так, ряд прибавления в изнаночном столбике. Это седьмой ряд. Все остальные последующие ряды я буду делать только лишь прибавления вот в этих лицевых петельках. Но с таким же чередованием. То есть в каждом получается... Мы сначала сделали прибавление в лицевом в первом ряду, затем в пятом. То есть через 4 ряда. Затем я буду через 4, это уже в девятом ряду делать прибавления. Соответственно, в восьмом мы провязали по рисуночку. В девятом сделали прибавление. Далее, десятый ряд по рисуночку, так как это четный ряд. В одиннадцатом ряду мы не делаем. Здесь вот прибавление изнаночных полосочек. А будем, соответственно, вязать одиннадцатый ряд по рисуночку. То есть не делая прибавления. Далее снова. Двенадцатый ряд это четный. мы его вяжем по рисуночку, 13 ряд делаем прибавление в лицевом столбике, 14 ряд это четный, вяжется по рисуночку, соответственно в 15 ряду мы должны были бы прибавления делать в изнаночном столбике, мы 15 ряд также переносим и вяжем по рисуночку, то есть все здесь вяжем по рисуночку пока. Далее, я буду опять же таки расширение делать лицевого столбика, тоже не на много рядочков, я хочу сделать до тех пор, пока лицевая наша полосочка не будет приблизительно в 2 раза шире, чем изнаночная полосочка, мы сделали прибавление изнаночной полосочки до 7, соответственно здесь я буду делать прибавление где-то до 13 или до 15 лицевых петелек по ширине, то есть с 3 увеличивать до 15, ну скорее всего это будет до 13, я хочу посмотреть по ходу вязания, как у меня получится, но в любом случае, если вы хотите увеличить до 13, то нам нужно провязать еще 17 ряд, скажем увеличением наших лицевых столбиков, и здесь я вот пропустила 16 ряд по рисуночку, 17 прибавление сделали, 18 по рисуночку, и так как мы останавливаемся делать и в лицевых, в изнаночных полосочках петельки, то расширив до вот этих вот наших, скажем, размеров, мы все остальные рядочки пока не наберем общую высоту юбочки, вот эту часть в 11 сантиметров, то есть вы будете делать расширение и смотреть, если у вас ниточка толстенькая, то у вас где-то приблизительно вместится, ну исходя из вашей плотности вязания, где-то 21-25 рядочков, то есть если ниточка толстая, если как у меня достаточно тоненькая классическая толщина, то я думаю, что вместится где-то порядка всего от распределения, где-то порядка 30 рядочков, вот, в 11 сантиметрах, но я вам скажу, что пока вяжите до вот этого 18 ряда, по рисунку, как вы видите, у нас будет вязаться, вот, сделав прибавление в лицевых столбиках от 3, 1, 2, 3, 4, 5 раз, то есть добавив 10 петелек по 2 петли, добавляем в каждом ряду в лицевом столбике, далее с 3 петель в изнаночных столбиках добавляем 2-4 петли, пока у вас не станет 7 петель вместе с изначальными тремя, все остальное, все остальные рядочки вяжутся просто по рисунку, то есть добавляются петельки, соответственно, расширяются лицевые столбики, изнаночные столбики, затем изнаночные столбики будут всегда в положении 7 петель изнаночных, а лицевые столбики продолжают расширение, но уже, как бы пропуская вот эти вот изнаночные прибавления, они будут вязаться по рисунку, это 11 и 15 ряд, и все остальные четные ряды, соответственно, по рисунку. Довязала я высоту юпочки минус где-то 1 сантиметр, можно чуть-чуть меньше, вот этот 25 сантиметр или, скажем, 11 сантиметр вот здесь вот от подола, от края нашей юпочки, то есть где-то 24-24,5 сантиметра, вам нужно остановиться от общей высоты. Я вам говорила, что здесь провязываем до 18-го ряда, у меня получилось, что я с 18-го ряда, вот я себе записывала, делала пометочки, с 18-го ряда я по 29-й ряд включительно провязала петельки по рисунку, то есть вот я остановилась на 18-го ряду и затем отсчитывала, у меня получилось 12 рядочков, связанных вот так вот по, скажем так, рисунку 13 лицевых и 7 изнаночных, то есть мы от изначальных 6 петель рапорта через 3 мы увеличили вот здесь вот до 20 каждого рапорта. И на подоле теперь оставшиеся полсантиметра или сантиметр, как вам там удобно, мы должны провязать один ряд просто изнаночными петельками, абсолютно все петли и изнаночные лицевые, то есть 20 петель каждого рапорта, один ряд. Вот так вот провязываем все петельки, один ряд изнаночные, ну то есть как мы вязали вот здесь вот наши полосочки. Довязав до конца изнаночные петельки, мы начинаем со следующего ряда также провязывать, продолжать изнаночные, но начинаем делать закрытие петель, то есть полностью закрываем петли юбочки. Все, мы довязали в общую высоту нам нужную. И теперь так и продолжаем вязать изнаночные петли. Первая изнаночная, вторая изнаночная и переодеваем первую изнаночную на провязанную вторую и полностью спускаем со спиц первую петельку. Далее третью вяжем изнаночной петлей и вторую перекидываем на третью, при этом вторую петлю полностью спускаем с вязанием. Далее четвертую петлю вяжем изнаночной и третью перекидываем на четвертую петлю. То есть мы, получается, каждую последующую петлю перекидываем на новую, вот так вот провязанную и постепенно делаем закрытие петель. Существует, в принципе, очень много способов закрытия петелек. Можно провязывать попарно 2 изнаночные и возвращать эти 2 петельки, но я буду провязывать каждую петлю изнаночную и перекидывать предыдущую на последующую, вот так. Мне кажется, этот способ максимально удобный. Еще раз повторюсь, можете провязывать 2 попарно изнаночные петли вместе, 1 изнаночная, и возвращать эту петлю. Если мы будем вот так вот закрывать, получается у нас провязано теперь 2 ряда изнаночных. Первый мы провязали с вами вот этот вот изнаночный ряд по кругу, вторым изнаночным рядом мы делаем закрытие, то у нас не будет заворачиваться края, так как вы видите здесь у нас вот эти лицевые столбики. Если мы будем делать сразу же закрытие петель, то получится такой вот отворотик трубочкой по краям, нам он не нужен, поэтому мы будем делать закрытие вот такими двумя изнаночными рядочками по всей окружности подолой юбочки. Вот, и при этом у нас параллельно, как вы видите, делается такая вот оборочка по низу юбочки. Вот, она придаст какого-то, скажем, шарма юбочки, потому что у нас здесь были вот они, вот такие изнаночные рядочки полосочки. И по низу будет одна изнаночная полосочка, но немножечко пошире. Вот, и я буду вот так вот каждую провязывать изнаночной и делать перекидывание предыдущей провязанной изнаночной петли. Вот, и делать закрытие до конца полностью ряда, пока не закрою все петельки по подолу. После того, как сделали закрытие петелек до конца, у вас остается одна петля. Я для удобства уже отрезала рабочую ниточку, вот как вы видите, оставила хвостик сантиметров 5-7. И далее вот эту рабочую петлю, последнюю, я просто вытаскиваю сквозь вот эту петельку, скажем так, уже которая у нас есть. Далее поворачиваю на изнаночную сторону и нахожу цепочку закрытия петелек. Вот она у нас. И первую далее петельку этой цепочки с другой стороны, как бы вот она шла-шла-шла и пришла к этой, скажем так, ниточке, которая у нас сейчас есть. Далее через вот эту первую петлю косички нам нужно вытащить последнюю петлю, то есть как бы замкнуть круг. Мы берем на изнаночной стороне, вытаскиваем рабочую ниточку сквозь вот эту первую петлю цепочки. И далее снова возвращаем ниточку, откуда взяли, то есть в левой петельке в центре, последней. И все. И вот так вот вытаскиваем полностью нашу ниточку. Таким образом мы замкнули в круг вязания закрытия петелек цепочки. Вот она у нас хорошо закрыта. С внешней стороны у нас все красиво, ровненько. Вот здесь буквально немножечко есть такой вот небольшой перепад. Но когда вы затянете ниточку, в принципе этого перепада, как вы видите, и не видно. Теперь нам остается лишь вытащить на изнаночную сторону, где у нас сейчас ниточка. Затем берем, делим ниточку напополам. Вот она у меня уже благодаря тому, что я отрезала хвостик, скажем так, рабочей ниточки, она сама уже у меня поделилась. Далее я нахожу ближайшую полупетельку любой петли. Наряд ниже, можно наряд выше. И пополам вот так вот разделив ниточку, одну отправляю на один кайшек, вторую на другой и завязываю узелочек. То есть ниточка у нас уже зафиксирована, никуда она не денется. Благодаря вот этому невидимому узелочку, посмотрите, его практически не видно. Он у нас на дне юбочки, скажем. Вот. С лицевой стороны здесь все не видно. Вот. Далее мы соединяем два краешка и находим место, где можно спрятать этот краешек. У меня, например, самое удачное место, это вот эта крайняя косичка изнаночного промежутка. Вот с лицевой стороны у нас 7 петель изнаночных. С изнаночной стороны это 7 петель лицевых. Вот крайнюю косичку, скажем так, лицевой петельки я вытаскиваю по ходу, как ложатся петли. Вот. Я вытаскиваю сквозь предыдущий ряд и далее вот так вот начинаю по рядочкам перетаскивать этот хвостик. То есть сначала за последний, затем предпоследний, предпредпоследний. И вот так вот по ходу того, как ложится наша косичка. Вот. Посмотрите, я спрятала буквально 5 стежков, сделала, не видно. Но я сделаю еще где-то несколько раз стежочки вот такие вот. И спрятав хвостик, просто его отрежу. Все, у нас уже зафиксированный край. Все достаточно красиво, ровно и гладко. Нам остается лишь только продеть резиночку сквозь поясочек. Все, ниточка зафиксирована, спрятана. И далее ищем с внутренней стороны тот момент, где у нас вот она начало ряда было. И мы оставляли ниточку для сшивания промежутка из вот этих вот трех петель. Через этот промежуточек мы берем резиночку, удобную вам. У меня, к примеру, это 2,5 см. У меня была ширина резиночка, как вы видите, темненькая, как и цвет пряжи. Вот. Если у вас светлее юбочка, соответственно, возьмите беленькую резиночку. И берем булавочку, надеваем на край резиночки и продеваем сквозь вот это отверстие. Продев резиночку полностью по краю, вытаскиваем второй краешек сюда и резиночку сшиваем. Предварительно я всегда рекомендую резиночку померить на ребеночке при растянутом состоянии. Резиночка по своей длине должна соответствовать при растянутом виде обхвату бедер. К примеру, если у меня 48, то она должна тянуться на 48. Соответственно, обхват талии 44, то она должна быть где-то, ну, соответствовать, скажем так, обхвату талии в максимально свободном положении для того, чтобы ребенку не тянуло. Вот. И все, в принципе, вот где-то ориентируясь на такие вот, скажем так, данные, я вдеваю уже измеренную резиночку и буду сшивать. По желанию, вы можете вот этой ниточкой все-таки здесь шить отверстие. Если вы не уверены, скажем так, в размере резиночки, то не сшивайте, потому что вы этот краешек потом вот здесь вот не найдете. У нас резиночки, скажем так, цвет один, ниточки основной цвет второй. И я бы рекомендовала здесь какой-то контраст сделать ниточки, которые будете шивать для того, чтобы в дальнейшем видели. Либо просто фиксируете вот эту ниточку и продеваете сквозь образовавшийся туннелик и оставляете здесь дырочку. Ее не видно, это с внутренней стороны, но зато потом в дальнейшем вам будет удобно, скажем так, варьировать размеры резиночки. И все, далее делаем тепловую обработку. Юпочки, чтобы петельки все стали на места и максимально получилось все аккуратно и красиво. Вот, по желанию, вы можете украсить, ставить ленточку и так далее. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось, было интересно. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока.